Хочется продолжить наслаждаться Петербургом и его достопримечательностями. Мир ярких красок и азиатского колорита зовет посетителей кунцкамера. Гостям музея представили обновленную экспозицию «Николаевский зал народа Южной Азии. Путешествия по Индии, Пакистану, Непалу и Мальдивам, не выезжая из Петербурга». Уже совершает наша коллега... Екатерина Скребцова, Катя, доброе утро. Доброе утро. Тебе слово. Коллеги, доброе утро. Мне сегодня начало дня, о котором мечтает любая кокетка. Я провожу его в компании коробочек для косметики и парфюмерии. Именно так выглядел туалетный столик девушки в Индии 19-го начала 20-х веков. Эти предметы, косметические приборы, представлены на обновленной экспозиции в кунцкамере. Выставку готовили более 9 месяцев, и о предметах, представленных здесь, нам расскажет научный сотрудник Ольга Меренкова. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. И так, действительно, здесь самые желанные предметы обихода почти любой индийской девушки в конце 19-го, начале 20-го века. Что хранили индийские кокетки в этих косметических приборах? Ох, конечно, могли хранить помаду, которая хранилась тогда в таких вот небольших коробочках, закрывающихся крышкой. Конечно же, обязательным атрибутом были флаконы сурьмоданы, где хранилась сурьма, которая любит проводить глаза. Кроме того, посередине мы можем видеть самый высокий – это флакон для розовой воды. Его могли также использовать для ароматизации помещения. Ну а следующий этап сборов – это, конечно же, подбор аксессуаров под образ. Разнообразие украшений девушек в Индии 19-го – начала 20-х веков современных модниц точно бы поразило. Ольга Николаевна, расскажите, что за украшения носили девушки? Вы знаете, в Индии, казалось бы, нет такой части тела, для которой бы не было бы придумано роскошных украшений. Перед нами массивные ожерелья из монет. Это, конечно, надевалось по особо торжественным случаям. Кроме того, надевают также и кольца с украшением из эмали. И любят, конечно же, целые комплекты, чтобы серьги, браслеты и колье между собой очень сочетались, как мы видим на третьем планшете. Музей антропологии и этнографии носит имя Петра Великого. Именно этот император основал первый в Российской империи музей. Ну, а второй царевич, имя тесно связано с Кунсткамерой, это Николай II, который значительно пополнил коллекцию музея. В Николаевском зале представлены экспонаты, подаренные как раз лично Николаем II музею. И подробнее о них там расскажет научный сотрудник Игорь Котин. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Из экспонатов, которые первый раз видят наши посетители, пикопистолет, комбинированное оружие, это дар Николаю Александровичу Цесаревичу от Бенарисского раджа, правителя Бенариса в Араносе. Хорошее оружие и очень красивый декоративный предмет. Это вот этот вот тальвар Эфес, богато украшен. После чего оно сейчас как новое, это достижение команды реставраторов во главе с Ольгой Вячеславом Нижмур. Помимо Николая II, южноазиатскую коллекцию кунсткамеры пополнила супружеская пара. Это участники этнографических экспедиций Александр и Людмила Мерворты. Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, их экспедиция длилась 4 года. Что им удалось привезти из этого путешествия? Одежда, игрушки, предметы, связанные с религией. Но особая гордость Мервортов. Папье-Маше изделий из Папье-Маше мы здесь их видим. Впервые мы выставили образцы узоров, по которым мастера Папье-Маше изготовляли свои изделия, украшали. А что за сюжеты здесь изображены? Животные, люди, охотники. Ну и даже божества индуистского культа. Имейте в виду, что это период индуско-мусульманского религиозного синтеза. Сейчас уже такого нет. А когда-то мусульманские мастера делали по заказу индусов изображения. Игорь Юрьевич, благодарю вас. В Николаевском зале в новой экспозиции представлено 1046 новых экспонатов. И подавляющее большинство из них ранее никогда не были представлены широкой публике.